Приветствую вас, дорогие друзья! За всеми громкими мировыми новостями, как-то тихо и почти незаметно для некоторых из нас, прошла новость о запущенном на Луну ракетой Falcon 9 японском посадочном модуле Hakuta Air. Япония совместно с Объединенными Арабскими Эмиратами 11 декабря 2022 года запустили к Луне посадочный модуль Hakuta Air компании iSpace. Посадочный модуль Hakuta Air способен доставить на лунную поверхность 30 килограмм полезной нагрузки. Целью первого полета модуля стала демонстрация возможности его мягкой посадки на Луну. Это первая полностью частная миссия к поверхности Луны и первая попытка Японии войти в число стран, достигших поверхности естественного спутника Земли. Посадочный модуль Hakuta Air уже передал на Землю свои первые снимки. 13 декабря 2022 года снимок полученный через 19 часов после отделения от ракеты-носителя. Это серп Земли, ниже которого видна табличка с именами спонсоров проекта. 14 декабря 2022 года компания iSpace опубликовала еще одну фотографию с камерой Hakuta Air. Мы рады поделиться еще одним изображением с борта. На фото Земля и SpaceX. Вторая ступень ракеты-носителя, снятая примерно через 2 минуты после отделения, сообщили представители компаний. 13 февраля 2023 года компания iSpace опубликовала еще одну фотографию. Снимок был сделан примерно через 4 минуты после отделения от ракеты-носителя на высоте около 1800 километров. На этом снимке вы можете видеть Землю слева, а розовый оттенок в углу – это отражение от многослойной изоляции, написали они на своем официальном сайте в Твиттере. Следующая фотография была опубликована 27 марта 2023 года. Привет с лунной орбиты! После успешного маневра по выходу на орбиту Луны на прошлой неделе, это изображение Луны было получено нашей камерой, установленной на посадочном модуле. Впереди еще больше потрясающих видов, пообещали сотрудники от компании iSpace. На борту спускаемого модуля находится луноход «Рашид», созданный Объединенными Арабскими Эмиратами. Для Эмиратов это первый подобный аппарат, который должен исследовать лунный реголит и среду вблизи поверхности Луны в течение одного лунного дня. Для Хакута-Р была выбрана особая траектория полета аппарата. В космосе не летают по прямой. Гравитации Земли, Луны и Солнца вносят свои коррективы. Зачастую баллистикам приходится выбирать, что экономить – время или топливо. Команда iSpace пошла по пути экономии горючего. Это позволило сделать аппарат легким и, следовательно, предельно удешевить его запуск. Однако, сэкономив топливо, инженеры расплатились временем. Путь до Луны, обычно занимающий несколько дней, для Хакута-Р растянулся на месяцы. Зонду предстояло удалиться от Земли почти в четверо дальше, чем Луна, и только там совершить разворот и отправиться навстречу нашему спутнику. Впрочем, самая трудная часть миссии – не орбитальные маневры, а прилунение. Луна – крайне сложная для посадки небесное тело. Она неоднородна внутри, и это делает ее гравитационное поле таким же неоднородным. Последние минуты перед касанием поверхности, когда аппарат управляется только бортовым компьютером, и нет времени исправить какую бы то ни было ошибку, не зря прозванные «пятнадцатью минутами ужаса». Автоматические зонды не раз разбивались при попытке мягко сесть на Луну. Например, всего несколько месяцев после фиаско израильского берешита та же участь постигла индийский Чадарьян-2. Запланированная точка посадки Хакута-Р находится в море холода. Запасные посадочные площадки выбраны в озере Сновидений, заливе Радуги и океане Бурь. Но все эти поэтичные названия – лишь условность. Лунные моря, озера и заливы – это затопленные древней лавой низменности. Земли они выглядели темными, так что астрономы 17 века посчитали их водоемами. Когда ошибка обнаружилась, названия уже давно прижились. 20 марта 2023 года Хакута-Р включил свою двигательную установку на несколько минут и успешно совершил маневр выхода на окололунную орбиту. Успешный выход на орбиту вокруг Луны был крайне важен для iSpace, так как компания в дальнейшем планирует оказывать услуги доставки к Луне различных аппаратов на контрактной основе. В конце апреля модуль попытается приземлиться на Луну. iSpace еще не объявила дату прилунения, однако в случае успеха это будет действительно знаменательное событие. Ни один частный космический корабль еще не совершал мягкой посадки на Луну. На сегодняшний день космические аппараты, которым это удалось, принадлежат государственным космическим агентствам США, СССР и Китая. Вокруг Луны теперь вращаются два частных космических корабля – «Хакута-Р» и «Капстон» – маленький кубсат, разработанный компанией «Эдванс-Спейс» из Колорадо. Он прибыл на галлоорбиту вокруг Луны в ноябре прошлого 2022 года. Основная задача зонда – проверка стабильности галлоорбиты, по которой в будущем будет вращаться орбитальная космическая станция НАСА – «Гэтвей». Успешная посадка «Хакута-Р» станет важным событием для Японии. Правда, страна восходящего Солнца не новичок в межпланетных делах. В ее активе блестящие экспедиции «Хаябуса» и «Хаябуса-2», доставившие на Землю пробы астероидного грунта. Но вот на Луну японские аппараты еще не садились. Важно и то, что «Хакута-Р» создан коммерческой компанией без участия государственных космических агентств. Если он успешно прелунится, это станет началом новой эпохи. Коммерческое освоение космоса впервые выйдет за пределы околоземной орбиты и шагнет на другие небесные тела. Друзья, пишите в комментариях, интересна ли вам дальнейшая деятельность японского лунного модуля. И если эта тема вас интересует, я буду следить за этим космическим аппаратом и в своих видео буду информировать вас о его судьбе. На этом я прощаюсь с вами, дорогие друзья, до следующих видео. Подписывайтесь на канал, пишите комментарии. Хорошего вам настроения и до встречи!